сегодня расскажу про электрические стельки которые я начал тестировать ходил я вчера вот таких вот сапогах это крокс огромная галоша здесь кожа и здесь тонюсенький тонюсенький мех есть какой-то утеплитель очень легкий вообще легкий вообще ничего не весят и в них достаточно тепло потому что не ходит изнутри в носке очень много утеплителя они легкие и комфортные где-то вот до минус 25 я в них в себе вполне могу комфортно гулять вчера поставил сюда электрическую стельку то что долго стояли у костра и достаточно тепло достаточно комфортно но сам проводок вот этот вот проводок то есть пока идешь он вот здесь вот сбоку болтается и он туда начинает внутрь сейчас я подсветочку сделаю он начинает туда внутрь проваливаться вот так вот сбивается и где-то там под ногой начинает болтаться проводок очень тонкий его надо как-то очень аккуратно вот сюда вот заплетать видимо вдоль стельки значит ботинок вот этот вот у меня сейчас я пока вот крокс размер размер чуть не написан насколько я помню 45 размер а мне чуть великоват потому что под шерстяной носок я его надеваю сейчас я достану стерку покажу как она выглядит а стерка здесь у нас идет вот такая маркировкой типа видите да нарисовано что по идее вообще там под 46 размером должна подойти на самом деле она достаточно свободно болтается хорошо проклеен шов очень тоненький проводочек вот такой двужильный и стандартный разъем вот такого типа и дальше идет удлинитель который вдоль штанины к вам заходит в карман и там втыкается в обычный powerbank а стелька греется даже видно пропечаталась видите да контур то есть вот стоит грелочка вот такого она размера совсем небольшая теоретически можно купить грелки вот эти и просто две стельки склеить между собой положить туда вот эту грелку греет хорошо не слишком жарко не слишком холодно то есть для температуры вчера у нас было сначала минус 1 а вечером уже было минус 5 и вот для минус 5 просто стоять на улице прям комфортная температура все хорошо но мне не понравилось то что этот проводок съезжает туда внутрь то есть он очень тонкий сколько он прослужит неизвестно сейчас я буду тестировать другого рода стельки 10 у них очень плохо проклеен этот шов прям расклеивается здесь проводочек намного толще раза в два наверное смотрю как они греют то есть те же самые стельки вот видите здесь какая маркировка здесь вот как бы побольше линии то есть скорее всего здесь может быть действительно 46 размер и попробую их протестировать как они греют возьму теперь вот такие ботинки это фирма sorrel они по идее идут как арктические до минус 45 смотри здесь насколько толще толщина утеплителя но я в них уже хожу 10 лет и в носке утеплителя практически нет то есть вот здесь вот в самом кончике носка во первых нет утеплителя во вторых он уже весь пропитался потом сжался усох и вот в этих ботинках если раньше было тепло то сейчас к сожалению них стало намного холоднее они очень тяжелые они нам больше килограмма весь то есть если сорвал вообще ничего не весит тут вообще ерунду вот эти тяжелые ботинки толстые и в них неудобно них вот это вот пятка вот в этом месте долго ходить неудобно натирает ботинок вот так вот сжимается начинает тереть выше пятки поэтому я в них никуда не хожу я в них на велосипеде катаюсь что они достаточно теплые или вот когда стою делаю велосипед ремонтирую то есть несколько часов на улице в холоде стоя на месте зимой сейчас вот в них достаточно комфортно тепло но все равно ноги постепенно начинают замерзать я там вот видите уже стоит этом и гелевая стелька вставлена и сверху войлочная стелька для комфорта то есть там очень много такой слой стелек сейчас попробую туда электрическую еще засунуть и посмотреть что получится вот здесь тоже европейский 45 то есть наш это нужно примерно 45 и вот так вот китайская стелька помещается родной стельки то есть она тоже меньше оригинальная стирка смотреть как сделала интересные с пеной с толстой с такими бортиками чтобы нога не скользила внутри сейчас попробую это все вложить и посмотреть что получится у меня еще вот такая вот волочная стелька идет сюда сейчас или сверху или снизу как свет размещу и посмотрю насколько будет теплой обуви так вот еще сразу сравнение то есть вот вчерашний проводочком потоньше сегодняшний проводочком потолще значит склейка вчерашняя стелька лучше сегодняшняя стелька толще но качество клея меньше и по размерам по размерам ну примерно одинаково но вчерашняя стелька вот какие-то пару миллиметров может миллиметр хотя вот она сзади съезжает есть размеры абсолютно одинаковые форма чуть-чуть вот разные лекала вот вот это вот то что сегодня я буду пробовать она толще материалу намного намного толще и провода толще может быть она лучше грелку я включил вчера проверить удалось было минус 5 я весь день прыгал и не замерз а сейчас минус 6 вот я уже часа два на на улице стою ноги замерз я включил где-то за минуту грелки нагрелись на греют они опять середину ноги то есть примерно вот это вот место сам носок не греют где больше все пальцы мерзнут я думаю сейчас нога в целом согреется и будет комфортно тепло идет спустя вот минуту после включения вот такой достаточно сильная то есть градусов наверно под 40 сейчас постою минут пять посмотрю не будут ли ноги гореть около часа я хожу вот уже один огонек у меня погас в принципе знаете нормально то есть она видим действительно саморегулирующиеся она дает тепло ногам тепло единственно что кончики пальцев мерзнут жалко что вот эта грелочка коротенькая что она не доходит что она заканчивается где-то примерно вот в этом месте а мерзнут пальцы вот здесь вот может быть переклеить как-то попробовать час разобрать грелку переклеить в целом нормально то есть вот я в течение часа хожу ногам тепло ноги не горят то есть она как-то включается выключается в целом нормально не жарко не холодно . как достаточно комфортно вот поэтому такие грелки можно рекомендовать единственно что нам подумать час проводами то что провода съезжают и теоретически теоретически вот здесь провод идет очень тоненький может порваться поэтому как бы вот так вот